В последний раз Марию Терехова видели утром 27 июня в Лузановке. На данный момент где находится школьница неизвестно. Рост Марии 163 сантиметра, волосы темные, вьющиеся, ниже плеч, телосложение среднее. Была одета либо в черное платье, либо в серые бриджи, черный топ и зеленые вьетнамки. Если вам известно, где находится ребенок, позвоните 048 779 42 88 779 49 70 096 145 98 53 или 102, говорится в сообщении полиции. А в Затоке на днях полицейские нашли трехлетнего мальчика, потерявшегося на пляже. Малыша вернули родителям. Как удалось установить, ребенок заблудился и прошел по пляжу почти 2 километра, рассказывает Вячеслав Барба. В полиции констатируют, к сожалению, в последнее время участились случаи, когда по вине взрослых теряются дети. У нас случилось небольшое черное. Наш ребенок отвлекся на этом фоне. В итоге его позвали купаться на море. Как бы он должен был пойти за нами. Он в итоге за нами не пошел. Потом обнаружили, что ему нет. В отношении матери потерявшегося мальчика составлен протокол об административном правонарушении по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Невыполнение родителями или лицами их заменяющими обязанностей по воспитанию детей. Зеркальное чудо Одессы. Так называется фестиваль близнецов, который проходит в нашем городе в рамках разнопланового и грандиозного действия «Хочу в Одессу». С самого утра горсад заполонили удивительные дети. Двойняшки и тройняшки, которые вызывали восторг одним своим появлением. Но самой бурной была реакция одесситов на пятерняшек. Двух девочек и трех мальчиков. Именно к рождению одесских пятерняшек в 2017 году был приурочен этот праздник, усрежденный городским головой Геннадием Трухановым. Веселый и забавный фестиваль понравился жителям города и стал традиционным. В этом году он проводится уже третий раз, но каждая встреча близнецов неповторима. Ведь дети Ростов становятся умнее, коммуникабельнее и красивее. Среди организаторов праздника уже тоже есть многодетные родители. Совсем недавно я стал многодетным папой. И поэтому я понимаю, какая это большая ответственность, сколько нужно вносить любви, какими нужно быть терпеливыми для того, чтобы воспитывать детей. Я искренне хочу вам всем пожелать, так как я знаю это не понаслышке, стальных нервов, выдержки, терпения, любви. В программе фестиваля выступления детских творческих коллективов, шоу группы «Оранжевое настроение», яркие детские фотозоны, интерактивное шоу «Космическая утата», бумажное, полиэтиленовое, танцевальное, пародийно-акробатическое представление и выступление джамперов. Но главными героями праздника стали, конечно, близнецы, которые проявляли себя как могли. Жизнь с близнецами не всегда сахар, но скучать точно не приходится, рассказывают родители. Тяжело первый год, когда обе плачут, и ты одна, папа на работе. Разный характер. Одна боится, другая не боится, другая бежит в разные стороны. Прекрасно чувствовали себя среди шумных окружающих трехлетние пятерняшки Дарья, Александра, Денис, Давид, Владислав и их старшая сестра Алиса. Многодетная мама Оксана признается, без помощи расти детей очень непросто. Сейчас они очень быстрые, шустрые и любопытные. Им интересно везде познавать мир. Помогает по-прежнему моя мама. Есть няни, которые нам помогают. Помогает очень сильно город материально. Родители-близнецов благодарны городским властям за помощь и участие. Ведь даже при сравнительно хорошей зарплате растить двойняшек – это большая материальная нагрузка, говорит Алексей. Ты всегда должен все делать в двойном размере и объеме. Если хочет одна девочка, значит, захочет и вторая. Покупаешь игрушки на двух девочек, а в чем одинаковые. Одежда тоже одинаковая. Вообще-то я сам хорошо зарабатываю, но нужно сказать честно, что наша мэрия тоже помогает родителям, у которых более двух детей. Забота о детях – одна из главных задач городской власти, считает Татьяна Маркова. Так как дети – это наше все, и мы все, и культура, и туризм, и спорт, и образование, соцполитика, мы все в одном большом желании и устремлении создать как можно больше ярких впечатлений, эмоций для наших детей. Для того, чтобы их жизнь в прекрасной Одессе была как можно комфортнее, как можно удобнее. Вы видите, открываются спортивные площадки, ремонтируются школы, создаются прекрасные условия для развития в школах эстетического воспитания. Яркие впечатления и эмоции от этого дня наверняка останутся в памяти участников праздника, завершение которого всех маленьких одесситов ждали сладкие подарки и приглашения в одесский зоопарк. Еще один фестиваль стартовал в эти выходные в Парке Победы. Здесь одесситам представилась возможность окунуться в ретроспективу прошлого века. Мероприятие называется «Ретро-Одесса». Цель организаторов мероприятия – погрузить одесситов и гостей города в атмосферу старой Одессы и помочь им очутиться в прошлом веке. В рамках фестиваля проходит выставка ретроавтомобилей, антикварных вещей и старинных кукол. Для желающих сделать фото на память – винтажные фотозоны с интерактивными ретроинсталляциями. Главным событием фестиваля стала выставка ретроавтомобилей. Здесь представлены в основном раритетные авто советского производства. Однако здесь нашлось место и своеобразной синергии ретро и современных авто. «Волга-21» третьей серии комфорт совместили с дедушкиным гаражом, как говорится. Выгнали с гаража машину, которой 50 лет. Поставили туда хороший мотор, бмв, кондиционер, коробка-автомат и совместили красоту с комфортом. Кроме этого, на фестивале представлены различные утварь, техника, мебель, плакаты, игрушки и прочие предметы материальной культуры ушедшей эпохи. Горожанам и гостям города предоставляется возможность совершить путешествие во времени и прикоснуться к старой Одессе, которая осталась в памяти и вызывает ностальгию. Фестиваль развернулся у бывшей колоннады в Парке Победы. В субботу и воскресенье площадка будет работать с 11 часов. Традиционный детский праздник в выходной день устроили сотрудники благотворительного фонда ЦАЦАН. Юные одесситы, которые постоянно посещают городской сад, уже хорошо знают об этой давней традиции и как только слышат звуки музыки, бегут на знакомую площадку. И каждый раз их ждут новые сюрпризы. Для того, чтобы порадовать детей, особого повода не надо, считают организаторы. Для гостей города, для жителей города, для всех деток, чтобы подарить им еще одну улыбку. Очень здорово, когда для детей делают такие яркие праздники. Они насыщенные. Каждый раз новые программы, новые шоу-программы. И огромное количество людей знает и уже ждут эти праздники. Именно для этой локации мы сделали новую программу. Розовый цирк называется. Увидев новых аниматоров Наполеона и принцесску-конфетку, дети завизжали от восторга. И тут же бросились приветствовать сказочных героев. А теперь повторяем за мной так громко и дружно. Привет! Дети прыгали, играли, кричали, смеялись. И это определенно им нравилось. Меня зовут Даша и мне понравилось, как мы проходили через конфеты вот так. Меня зовут Камила, мне нравятся тут развлекательные программы и то, что здесь подмирно, весело. Кроме игр в этот раз для мальчиков и девочек проводится увлекательный мастер-класс. Детский праздник, конечно же, предусматривал и вкусное угощение. Мы стараемся накормить детей как можно больше свежими фруктами. Уже пошли персики, абрикоса, клубничка, малинка, кукуруза. Ну и плюс к этому всему обязательно узвар будет для деток и капкейки. Замечательные, красивые пирожные. На праздники благотворительного фонда ЦАЦАМ приходит все больше детей. Постоянные участники знают, что во время прогулок в городском сквере их всегда ждет свежая питьевая вода, чтобы легче переносить жару. А вот я не знаю! Их причинами может стать неосторожное обращение с огнем. Поэтому Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области призывает соблюдать основные правила пожарной безопасности. А именно, не оставлять непотушенными костры, не выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, а также не оставлять окурки и спички на сухой траве. Если же вы заметили возгорание, немедленно звоните по телефону 101, призывают в ГСЧС. Два кластера Одесского региона работают успешно и продуктивно. Такой вывод сделали эксперты Центра региональных исследований, которые при поддержке Немецкого союза по международному сотрудничеству реализовали в области пилотный проект возможностей и потенциал агроэкологических кластеров для устойчивого развития сельских территорий. Задача этого проекта оказать содействие, дать такой вот толчок к созданию агроэкологических кластеров, оказать методическую помощь. Это помощь непосредственно тем заинтересованным лицам, бизнесменам, органам власти, которые заинтересованы в создании таких вот кластеров. Сам тренинг и обсуждение насущных вопросов прошли на базе уже действующего кластера ФРМУ Шиканова. И при его поддержке руководитель агроэколога рекреационного кластера ФРМУ Шиканова Александр Полариев уточняет, кластер – это социально ориентированный бизнес, но это и совсем другие возможности для развития и продвижения своей продукции. Вот сейчас мы находимся рядом с пилотным участком, там, где возделывается лаванда. Я надеюсь, что это будущее вообще Бессарабии, будущее Юга Одесской области, эта культура. Я думаю, что придет время, и мы будем стоять на одной линейке с Провансом, с плантациями Болгарии, Греции, Италии, Франции. Объединение усилий бизнеса, власти и ученых дают потрясающие результаты, подчеркивают участники тренинга. Кластер вообще – это бизнес, наука и власть. Это очень плодотворно. Кластер сейчас такая модная терминология, до конца сначала четко не представлял себе, что это, а теперь есть такой системный комплексный взгляд, как воедино связать, казалось бы, разнородные вещи. Эксперты проекта не только изучают возможности региона для появления новых кластеров, но и предлагают участникам тренинга варианты их деятельности. Особо отметили специалисты Окнянский район, долину реки Ягорлык. Есть естественные природные пастбища, сенокосы, и на наш взгляд там действительно есть очень красивая, привлекательная природа. И вот как бы объединяя вот эти две возможности, мы предлагаем развитие на этой территории агроэкологического кластера, который бы включал в себя туризм, экологический туризм, производство органической сельской продукции, ориентируясь в первую очередь на продукцию животноводства. Поделились своим видением развития территории и представители Вилкова. Это садоводничество, огородничество на островах, плюс выпас скота, экологическая продукция, как мясная, так и природная. Прямо сейчас это клубника знаменитая, и самая, будем говорить, жемчужина дельты Дунай, это дунайская селедка и все виды рыбы. Нам необходимо вот этот бренд Вилковский, экологически чистой продукции, всячески вписать в этот кластер. Продолжая демонстрировать свои достижения участникам тренинга Ифру Мушиканова, здесь не только производят экологически чистые продукты питания, но и создали музей под открытым небом, где воссозданы точные копии жилья народов, населяющих Бессарабию в конце 18-го, начале 19-го веков, со всеми элементами традиций и бытовых деталей. Эксперты подчеркивают, ресурсами плодотворной работы кластеров могут быть самые разные виды деятельности. И уточняют, реализация только нынешнего проекта помогла зарегистрировать новый орехово-медовый кластер в Беляевском районе, но работа продолжается. Ведется работа и по созданию других кластеров в условиях административной реформы в Украине, в условиях децентрализации, в условиях создания объединенных общин. Актуальным становится вопрос поиска тех самодостаточных видов деятельности. Новые формы хозяйствования, производство новых же видов продукции, устойчивое к изменениям климата, создание рабочих мест и в целом развитие местных громад – таковы основные задачи появления в регионе агрокластеров, отмечают представители Центра региональных исследований, которые при поддержке Немецкого союза по международному сотрудничеству и реализовали этот пилотный проект в Одесской области. И изучение возможностей и потенциала агроэкологических кластеров для устойчивого развития сельских территорий будет продолжено, подчеркивают эксперты. Правда и мифы всегда окружали женщин, способных вдохновить творческую личность. Одесский врач решил разобраться в этой непростой теме и написал исследовательский труд, посвященный великим спутницам поэтов. Во Всемирном клубе одесситов состоялась презентация книги Леонида Авербуха «Одесские музы поэтов». Автор книги Леонид Авербух – заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, фтизиатор высшей категории. Большую часть своей профессиональной жизни он борется с туберкулезом и спас немало жизней, говорят его друзья и коллеги. Литераторство давно стало любимым хобби Леонида Григорьевича. На его счету несколько сборников стихов и исследовательских очерков. Книгу «Одесские музы поэтов» по словам автора, он создал на основе архивных материалов и переписки великих людей. Название говорит само за себя, оно называется «Одесские музы поэтов». Это значит, что речь идет о женщинах в прекрасном поле, которые вдохновляли творчество различных, крупных, я бы сказал, великих поэтов. Причем я обязательно подчеркиваю, что не обязательно эти женщины были одесситками, скажем, по рождению и так далее. Но какой-то этап их жизни, а некоторых и вся жизнь, были связаны с Одессой. Некоторые родились в Одессе, некоторые сюда приезжали на более или менее длительный период. Причем встречи с этими поэтами тоже не обязательно проходили в Одессе. В книге описаны истории взаимоотношений с музами Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Ивана Бунина и Тараса Шевченко. Если говорить именно о Шевченко и княжне Варваре Ревниной, которая была увлечена им, была предана ему в течение всей жизни, она не получила ответного чувства Тараса Григорьевича, но тем не менее он ей посвящал свои произведения, и он считал ее своим добрым ангелом, потому что она использовала все свое влияние для того, чтобы помочь ему в свое время освободиться из ссылки, после ссылки помогала ему, потом собирала деньги на его памятник и так далее. То есть она в его жизни занимала очень, и в жизни, и после смерти занимала очень большое место. Одесские музыпоэтов – исследовательская работа, и она будет интересна как простому читателю, так и специалистам. Некоторые факты, изложенные в книге, до сих пор не были известны широкой публике, рассказывает вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский. Эта тема музы великих поэтов, одесские музы поэтов, мне показалась интересной для нашего альманаха, и мы в течение двух с половиной лет печатали его очерки о музах великих поэтов. Эти очерки и составили эту книжку, которую мы сегодня презентовали. Некоторые темы достаточно неожиданные. Вот о Маяковском знали все. Приехал в Одессу, это было-было в Одессе, «Приду в четыре», – сказала Мария. А о том, что у Блока первый его роман был не пожилой, а ему было лет 17, а ей было лет 40. Дамой одесситкой никто из нас не знал. Книга «Одесские музы поэтов» пока вышла небольшим тиражом, всего 300 экземпляров. Если же издание будет пользоваться популярностью, книгу переиздадут, говорят представители Всемирного клуба одесситов. Лето в Одессе традиционно самый яркий период. Краски моря и зелени отражаются в нарядах модниц и придают нашему городу еще больше колористики. О том, какие аксессуары смогут гармонично дополнить ваш образ в самую жаркую пору года, мы разговаривали с дизайнером Еленой Годис. Аксессуары – обязательный атрибут летней одежды, уверена Елена Годис. Однако они ни в коем случае не должны быть слишком тяжеловесны, считает дизайнер. Аксессуары, они вообще всегда уместны. Они не должны слишком утяжелять образ, потому что летом мы носим легкую одежду, какие-то легкие платья, джинсы, маечки. Поэтому аксессуары должны быть яркими, они должны быть легкими и визуально, то есть смотреться хорошо, и на самом деле быть легкими. Очень важно правильно выбрать материал для украшений, говорит Елена Годис. Мне кажется, что лето – это как раз пара аксессуаров легких. Это может быть дерево, это может быть пластик, это может быть кожа, какие-то стеклянные, бисерные могут быть бусы или какие-то небольшие браслеты. Но все-таки они должны быть, это что-то яркое, образ лета – это важно. Самый лучший аксессуар – удачно подобранная сумка, отмечает модельер. Сумка – это может быть главным аксессуаром лета. Она может быть тоже яркой такой, с каким-то принтом, чем-то вышитой. Или наоборот, смотря какой образ, это может быть просто белая большая сумка. Почему большая? Потому что мы можем туда положить не только какие-то покупки, но свободный человек, он не знает, когда утром выходит из дома, чем день закончится. И там может быть какое-то запасное, не знаю, платьица маленькая, если вдруг пригласят, купальник, да, и полотенце, если вдруг удастся попасть в зону пляжную. А вот со шляпкой нужно быть осторожной. Современные тенденции не предусматривают ее обязательного наличия, говорит Елена Годис. Я вообще к шляпам отношусь очень осторожно. Они не всегда кому-то идут. И знаете, вот это как в детстве в садике у каждого должна быть панамка, это вообще не очень обязательно в наше время. Но если ты знаешь, что у тебя половина дня пройдет на улице, на жаре, то, конечно, стоит что-то одеть. В общем, главное этим летом – это легкость как в аксессуарах, так и в душе. Не усложняйте себе жизнь и больше бывайте на свежем воздухе, ведь это всегда в тренде. О том, как летом защитить волосы от воздействия вредных факторов, нам рассказал заслуженный художник Армении, стилист, паригмахер, основатель студии Айким Айк Авакимян. Солнце и море – серьезные испытания для наших волос, говорит специалист. Сейчас лето, под воздействием солнца, ультрафиолетовых лучей очень сильно волосы сохнут, и они действительно высыхают, даже натуральные волосы могут вести себя так, как крашеные блондин. А когда мы еще ходим на море, мы еще и заходим в водичку, девочки стараются вроде бы как-то не намочить волосы, все равно попадает соленая вода морская, и в целом влага, мы потеем все равно, и это все в совокупности волосы убивает просто уничтожает на самом деле. Без специальных средств защиты волос летом не справится, считает стилист-парикмахер. Обязательно перед тем, как выходить на солнце, есть сейчас ультрафиолетовый, зашито от ультрафиолетовых лучей, зашито от моря, специальные спреи, которые обрабатываются, не смываемые. Мы нанесли после того, как высушили волосы, нанесли на волосы, и не смываем. Лучше, чтобы в состав спрея входили коллаген и кератин, рассказывает Айкова Кимян, в то время как силиконовыми средствами пользоваться не стоит. Мы обращаем внимание на то, чтобы, когда мы читаем состав, чтобы на первых строчках не было написано силиконы, любые силиконы, потому что силиконы, в принципе, у них молекула большая, они разрушают для того, чтобы заходить волос, потом, когда выходят с волоса, разрушают структуру волос, то есть оставляют большие дырки, и волос сохнет еще больше. Если есть возможность, стоит прибегнуть даже к уходовым процедурам для волос, утверждает специалист. Сейчас есть процедуры, такие как нанопластика волос. Нанопластика волос – это полная зашита волос, восстановление на клеточном уровне. Вы получаете действительно классные, роскошные волосы, защиты от солнца от трех до пяти месяцев. Сильные порывы ветра снова привели к падению веток в разных районах Одессы. Падение деревьев и веток зафиксировано по следующим адресам. Улица Инглези, проспект Александровский, угол Троицкой, французский бульвар у киностудии, Осташкина 14, Дюковская 4, дерево упало на машину, Кутузакия 11А, ветвь упала на машину, Малая Арнаутская, угол улицы Гимназической, Тираспольское шоссе, проспект Небесной сотни 47, дерево упало на дом, Сегетская 12, улица Стуса, угол Мельницкой. И о погоде. 30 июня в Одессе в области будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы, 15-18 метров в секунду, температура ночью 12-17, днем 22-27 градусов. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Два кластера Одесского региона работают успешно и продуктивно. Такой вывод сделали эксперты Центра региональных исследований, которые при поддержке Немецкого союза по международному сотрудничеству реализовали в области пилотный проект возможностей и потенциал агроэкологических кластеров для устойчивого развития сельских территорий. Задача этого проекта оказать содействие, дать такой вот толчок к созданию агроэкологических кластеров, оказать методическую помощь. Это помощь непосредственно тем заинтересованным лицам, бизнесменам, органам власти, которые заинтересованы в создании таких вот кластеров. Правда и мифы всегда окружали женщин, способных вдохновить творческую личность. Одесский врач решил разобраться в этой непростой теме и написал исследовательский труд, посвященный великим спутницам поэтов. Во Всемирном клубе одесситов состоялась презентация книги Леонида Авербуха «Одесские музы поэтов». Название говорит само за себя, оно называется «Одесские музы поэтов». Это значит, что речь идет о женщинах в прекрасном поле, которые вдохновляли творчество различных крупных, я бы сказал, великих поэтов. Причем я обязательно подчеркиваю, что не обязательно эти женщины были одесситками, скажем, по рождению и так далее. Но какой-то этап их жизни, а некоторых и вся жизнь, были связаны с Одессой. Некоторые родились в Одессе, некоторые сюда приезжали на более или менее длительный период. Причем встречи с этими поэтами тоже не обязательно проходили в Одессе. Лето в Одессе традиционно самый яркий период. Краски моря и зелени отражаются в нарядах модниц и придают нашему городу еще больше колористики. О том, какие аксессуары смогут гармонично дополнить ваш образ в самую жаркую пору года, мы разговаривали с дизайнером Еленой Годис. Аксессуары, они вообще всегда уместны. Они не должны слишком утяжелять образ, потому что летом мы носим легкую одежду, какие-то легкие платья, джинсы, маечки. Поэтому аксессуары должны быть яркими, они должны быть легкими и визуально, то есть смотреться хорошо, и на самом деле быть легкими. Зеркальные чудо Одессы, так называется фестиваль близнецов, который проходит в нашем городе. Жить с такими детьми непросто, но скучать точно не приходится, рассказывают родители близнецов. Тяжело первый год, когда обе плачут, и ты одна, папа на работе. Разный характер. Одна боится, другая не боится, другая бежит в разные стороны. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.